Привет всем, кто зашел ко мне на канал Соля Ви. Сегодня я по многочисленным просьбам расскажу, наконец, о причинах, по которым мы вернулись в Россию после того, как прожили 22 года в Германии и во Франции. Причин много. Есть веские, есть менее веские, есть решающие причины. Поэтому, когда вот так спонтанно просто люди спрашивают, Надя, почему же вы переехали в Россию? Я люблю отвечать по совокупности факторов, но еще один у меня любимый вариант ответа тоже есть. Видя все, что происходит сейчас, я хочу быть в России, а не в Европе. И даже точнее сказать, я хочу быть с Россией, а не с Европой. Это такой сознательный выбор. Еще спрашивают часто, неужели там все так плохо, до такой степени. На этот вопрос хочу я вам сказать, каждый отвечает по-своему. Кому-то совершенно невыносимо, кому-то терпимо, кому-то хорошо, кому-то прекрасно, комфортно, как рыба в воде себя чувствует. Вот приведу вам, кстати, пример совершенно свежий. Мы на днях встречались в Москве, три подруги, которые вернулись из Гренобля в Россию. И у всех троих совершенно разный сценарий, совершенно разные мнения. Одна, например, вернулась из-за того, что рабочий контракт закончился, а так бы еще осталась с большим удовольствием. И потом, кстати, долго и депрессивно привыкала снова к жизни в Москве. А другая подруга наоборот. Ей все в Гренобле невыносимо, она его клянет, на чем свет стоит, и эта дыра, это болото, и жуть-жуть-жуть. То есть до такой степени, как будто мы жили в разных Греноблях. Я даже послушала это, изумилась и не смогла не спросить, а что, собственно, чего не хватало. И она говорит, ну вот посмотри, например, в Москве, как у нас много театров, а там в Гренобле некуда пойти. Для меня, например, это прозвучало как гром среди ясного неба. Потому что мне наоборот казалось, что в Гренобле так много всего происходит, что ну просто глава кругом идет. А тут человек такое говорит. Конечно, в Гренобле нет большого театра и нет московских театров. То есть невозможно перенести Москву в Гренобль в культурном смысле. Но есть другое. Я не знаю, как это объяснить. Если ты хочешь найти культурную жизнь Москвы в Гренобле, ну это не получится. Мне вспоминается на эту тему, как мы когда-то в первый еще год жизни в Германии пошли в ресторан, там подали равиоли. И одна подруга начала критиковать, что вот это неправильные пельмени. Вот они в пельмени положили не ту начинку и так далее. То есть, понимаете, бывают пельмени, бывают равиоли. Что я могу сказать? Это два разных продукта. Точно так же и культурная жизнь в Москве, и культурная жизнь в Гренобле. Это два разных мира. Но тем не менее, вот с моей точки зрения абсолютно есть куда пойти. В Гренобле, например, есть «Мезон де ля культур», «Дом культуры», там пять сцен, два театра, филармония, концертный зал. То есть, прекрасная акустика по высоким стандартам очень. Я всякий раз, когда туда ходила, я возвращалась в полном очаровании. Совершенно замечательные танцевальные спектакли, даже если ты языка не понимаешь. Кстати, тоже можно нарваться. Я не помню, я рассказывала об этом или нет, но показательная история. Как-то я пошла в этот Дом культуры, а там стояли Булгакова, мастера Маргарита. Приезжали на гастроли немцы, немецкая труппа. Установка у них была совершенно чудовищная. С Булгаковым там не было совершенно ничего общего. Там по сцене бегали. В чём мать родила? Без преувеличения. Какие-то негритянки какой-то грязью друг в друга кидались. Понти Пилат с Иисусом Христом сидели голиком, без преувеличения, я вам говорю, в одной ванной. И что-то там дискутировали. В общем, короче, это такая немецкая интерпретация. Булгакова. Французам это всё залетает на ура. И я уже чувствую, что многие мне на этом моменте скажут, чем на такое барахло ходить? Лучше вообще в театр не ходить. Я к этому относилась по-другому. И я, кстати, не жалею, что я сходила на этот спектакль. Во-первых, это мне добавило штрихов к обществу, к их пониманию нас, нашей культуры. Вернее, к непониманию. И вот, кстати, в антракте, я вторую часть даже не досидела, ушла после антракта. В антракте подошла к нам случайно встретившаяся коллега с работы мужа и говорит, Надя, ты русская, давай с тобой обсудим и так далее. Ей было интересно знать именно мою точку зрения. Я ей, конечно, объяснила, что ничего вообще там с Булгаковой нет. В общем, французы, они Булгакова не понимают. А там же надо понимать эпоху. Они не знают, что такое квартирный вопрос. Они не знают, что такое рыба второй свежести. То есть для них они читают книгу. Для них это эпоха какого-то абсурда. Наплывающий-наплывающий абсурд, которому нет конца и края. И они свою еще интерпретацию на это накладывают. Вот получается такое безобразие, где какие-то обнаженные личности по сцене летают. Бред-бред-бред. Но, видите, эта француженка, она хотела узнать у меня. Потому что я русская. Она хотела понять, как я мыслю, как мы, русские, воспринимаем это произведение. Я это очень ценю. И я была такая же. Я была открыт ко всему. Мне хотелось понять, как люди мыслят, как они нас воспринимают. Вот это мне добавило, как говорится, штрихов и красок в понимании сегодняшней Франции, сегодняшних французов. Я совершенно об этом не жалею. Как говорится, все зависит от подхода. Но даже какой бы то ни был открытый человек, готовый воспринять все и вся, но все равно какие-то красные линии есть. И вот мы переходим к, собственно, причинам. Что достало, что реально не нравилось, что реально меня раздражало. Причины были те, которые копились, так сказать, по нарастающей. И была причина еще такого взрывного характера, которая, как говорится, переполнена чашу терпения и явилась решающим фактором. О некоторых причинах, я думаю, вы уже догадываетесь, поскольку я о них рассказывала на канале. Ну, начнем со школы. В школе есть несколько моментов, которые вот прям были принципиальны для меня. У меня есть уже на канале несколько видео о книгах, которые детям в школе дают читать. Просто бред какой-то. Рассказы, взывающие к толерантности к преступникам. Мы должны понимать убийц там всяких и так далее. Мальчик девочку любил и решил ее покушать. Вот у нее была такая прекрасная кожа, что обязательно надо было, ему хотелось ее расчленить и попробовать на вкус. Ну, бред сумасшедшего. Или книги, где объясняется черным по белому, что русские гораздо более жестокие, чем немецкие фашисты. И что немецкие фашисты даже белые и пушистые по сравнению с русскими с точки зрения жестокости. Вот такое прям написано прямым текстом от имени положительного персонажа, очень доброго. Кстати, к чести Франции, ну не к чести, какая уж там честь, просто справедливости ради, я скажу, что вот эти вот все книжки больные, они были, почти все, с немецкой стороны, не с французской. У нас была школа международного уклона, там были немецкая секция, других языков секции. И именно наши немецкие учительницы, ну они несли такую дикую пропаганду, ни в какие ворота не лезет. По своей собственной инициативе писали там какие-то тексты про злого Путина, про демократическую Украину и анти-ГДРовскую пропаганду, несли совершенно-совершенно дичайше. Ну и в других школах я тоже знаю, там, где нет ничего немецкого. Вот у меня, например, с подругой недавно встречалась в последний мой приезд во Францию. Она работает в школе во французской, преподает. И она говорит мне, Надя, утверждается, что школа вне политики, но это совершенно не так. Происходят акции в защиту Украины, в поддержку, в солидарность. В этом участвуют и преподавательский состав, и дети. Всех призывают прийти в цветах Украины. Там во Франции нет школьной формы, приходишь в чем угодно. И дети, и взрослые приходят в цветах Украины. Учительницы так возбудились, что даже ногти себе раскрасили украинским флагом. Там ни о какой нейтральности речи быть не может. Моя родная сестра работает в немецкой школе, она мне говорит абсолютно то же самое. То политический посыл в школе есть очень явный. Но, конечно, из одного только этого не переезжают в другую страну. Мало ли, что там в школе происходит. Кстати, в этой школе было и много плюсов. Я просто сейчас рассказываю о причинах нашего переезда. Я концентрируюсь на минусах. Но плюсов было тоже очень много. Некоторых из них мне сейчас в России не хватает. И с российской школьной системой я не во всем согласна. То есть я не могу сказать, что я прямо в восторге от нее. Где-то плюс, где-то минус. Но вот такие жуткие вещи там происходили. Хотя, если задуматься, как это влияет на детей. Но вот я вспоминаю, например, у нас в моем детстве во всех детских садах дедушка Ленин висел. И все только и говорили о революции, о Ленине, пионеры-комсомольце, октября-то. Все это было сейчас. Вот в моем поколении покажите мне хоть одного человека, который верит еще в дедушку Ленина. То есть сейчас крайне противоположное у всех мнение тому, что было у нас в школе. Сейчас все верят в Бога. И никто не верит в дедушку Ленина. То есть то, что было в школе, оно прекрасно вытеснилось. Новые веяния есть, приходят, и, так сказать, общая масса послушно этому подвергается. Так что я считаю, что вот эта промывка мозгов, она больше взрослых родителей колышет, чем, собственно, самих детей. Хотя у некоторых детей тоже. Вот когда, если они себя чувствуют частью России, я, например, вижу на моем старшем сыне, что его это очень сильно задевало, когда про Россию говорили какие-то гадости. Младшего моего вообще. Он это фильтровал, ему было прекрасно в школе, он себя чувствовал, как рыба в воде. В общем, все было прекрасно. Вот затем в школе тоже продолжаем школьную тематику. ЛГБТ. Тут промывка мозгов просто оголтелая. И оно идет по нарастающей. Вот все идет по нарастающей. У нас за последние три года сначала был день ЛГБТ, через год неделя ЛГБТ, а вот в последний год мне, Феликс уже говорит, месяц ЛГБТ. И это не просто так. Там с мероприятиями, с символикой, с демонстрацией своей сексуальной ориентации. То есть они вот в 13-14 лет, они уже знают, кто из них гей, кто из них бисексуал, кто из них транс. Ну, в общем, кошмар, с моей точки зрения. А для кого-то это вот прям прекрасно. И я хочу сказать, что здесь, в этой теме, самые активные – это английская секция. Вот мне Феликс говорит, англичане, те, кто у них в английской секции, они говорят, большое количество из них вот именно трансы, геи, би и так далее. Они все кучкуются между собой, очень комфортно себя чувствуют. Именно в этой теме ЛГБТ, все они со значками радушными и так далее. Такая у нас в международной школе атмосфера. Но я знаю, что не обязательно это должна быть английская секция и так далее. Недавно я с подругой разговаривала в Гренобле, которая водит детей в католическую частную школу. И она говорит, несмотря на то, что католическая школа, все равно там, говорит, половина девочек уже демонстративно говорит, что они би, бисексуалы. Тоже речь идет о возрасте 14-15 лет. Бисексуалы в католической школе. Так, далее движемся по причинам. Работа, зарплаты. Ну, в моем случае, как сказать, для меня особо ничего не изменилось. Я последние два года занимаюсь каналом «Соля Вишезнь во Франции». И, в общем-то, этим делом можно заниматься в любой стране, как во Франции, так и в России. Кстати, во Франции мне эта деятельность даже не приносила дохода. У меня монетизация только год назад включилась. А в начале 2022 года у меня там даже тысячи подписчиков не было. Но я до такой степени была увлечена этим делом. Я всегда верила, что то, что я знаю, это всем людям должно быть интересно. Я верила, что у меня обязательно будут подписчики. Я верила, что меня люди будут слушать. Мне вот это вот все познать разные страны, разные взгляды на вещи. Мне это всегда казалось, и до сих пор я убеждена, что это очень интересно, очень важно. И я совершенно плавно перенеслась из Франции в Россию. А вообще во Франции, я вам уже говорила об этом неоднократно, моя карьера сложилась в области BI, Business Intelligence. Эта область, кстати, сейчас и в России очень сильно востребованная. Может быть, когда закончится СВО, и вам станет неинтересно моя точка зрения на происходящее событие. В том числе буду подрабатывать консультантом в области Business Intelligence. Давайте ценные советы. Потому что вообще в Европе эта область более зрелая, ноу-хау уже очень солидная. В России по сравнению с Европой это пока что еще в таком зачаточном состоянии. Хотя тоже развивается все очень бурными темпами. И вижу я, что зарплаты вполне себе конкурентные. Да, но во Франции я из области Business Intelligence ушла. В определенный момент ушла я сама, и это был сознательный выбор, поскольку я решила, что эта работа меня просто сжирает. Изнутри это для меня повышенный уровень стресса и буквально критический. То есть этот выбор был сделан. Тяжело, конечно, с материальной точки зрения ухудшилась ситуация. Но вот я начала свой канал. И не жалею об этом. А во Франции, ну и в Германии, наверное, точно так же, мне не очень нравится, как устроена схема карьерного роста. Я работала в частном секторе, я не знаю, как в общественном. Частные фирмы тебя все время продвигают, продвигают, продвигают. Я достигла, в общем-то, немалых высот. Но вот эти вот уже руководящие должности для меня это слишком. И ты не можешь сделать шаг назад. Ты не можешь сказать, нет, это уже превосходит мои внутренние возможности организма. Я хочу более простую должность с меньшей зарплатой. Вот в Европе это практически невозможно. Практически невозможно. Как только ты определенные этапы перешагнул, все, ты становишься интересной именно с этой точки зрения. А они говорят, ну простых сотрудников у нас полным-полно. Нам вот нужны как раз люди с опытом более солидным, более серьезным. Я как бы решила, нет, по себе дороже. То есть это с моей точки зрения. Муж мой, он как раз работает в общественном секторе, в университетской среде, в научной. Он, кстати, очень даже сильно недоволен университетской системой и вообще научной сферой. Опять же, это точка зрения. Может быть, кому-то больше везет, кому-то меньше везет. Но есть такие тенденции, которые просто в цифрах и числах, как говорится. Преподавательский состав постоянно сокращается, постоянно сокращается. Вот сколько мы лет жили во Франции, это просто до катастрофических, дошло каких-то пределов. Конечно, есть кадры в университете, есть основной костяк преподавательский состав. Но нагрузка все больше, дыр все больше становится. А кем затыкают эти дыры? Ну, людьми не то, что с улицы. Я уж не буду преувеличивать. Но порой людьми совершенно неподходящими. И о качестве там говорить не приходится. Тоже недавно общалась я с человеком из университетской среды, который преподает. Вот человек, предположим, географ, а ему дают преподавание, навешивают что-то, какое-то электричество, какие-то проводники. То есть совсем не в тему, абсолютно. Реально ты должен, точно так же, как студент, которому ты преподаешь с нуля, разбирать какую-то тему. Конечно, преподаватели — это люди, как правило, высокообразованные. У них есть какая-то общая культура, школьная база даже на новую тему. Но там не пахнет какой-то экспертизой, я не знаю. То есть понимаете, да? Вот вы, географ, вам дали преподавать электричество. Что из этого получится? То, что у них там и ещё происходят всё время какие-то скандалы какие-то... Ой, ладно, не буду об этом. В общем, атмосфера в коллективе не очень. Хотя люди между собой друг друга понимают. Но вот эта политика общая сверху, она, конечно, чудовищная. И муж мой, я вам хочу сказать, ему есть с чем сравнить. Потому что первую диссертацию кандидатскую он защищал в МГУ, где мы, в общем-то, с ним и познакомились. И он с тех пор не рвал контакты. Он оставался на связи с людьми. И к нам и в Гренобль, и в Берлин, когда мы там жили, приезжали. Люди и научный руководитель, и сотрудники с кафедрой, и наши бывшие однокурсники, кто работает в науке или в других областях. Эти контакты оставались очень живыми. Были и конференции, были какие-то совместные проекты, были визиты двусторонние. И всякий раз это происходило просто в прекрасной атмосфере. Чудесный опыт как в научном общении, так и в человеческом. И мой муж делает сравнение явно в пользу России. Ему вот эти российские проекты нравятся гораздо больше. Он по сравнению с ними французские проекты называют псевдонаукой. Нет, ну конечно есть научные проекты и так далее. Но французских научных сотрудников тоже обязывают переходить на самоокупаемость, связи с индустрией создавать и какие-то такие проекты проводить, которые удовлетворяют нуждам фирм. Но мой муж говорит, что всякий раз, когда они натыкаются на какой-то такой проект, выясняется, что там математической какой-то подоплеки нет в нем. А это просто распил государственных денег. Государство выделило бюджет на сотрудничество науки и индустрии. И фирма просто свою какую-то частную проблематику, под которую невозможно подвести реальную научную базу, маскирует под научную постановку вопроса, чтобы получить какого-нибудь бесплатного сотрудника, профинансировать. Вот и все. Но опять же, это, так сказать, мнение одного человека. Но в нашем случае было так. Да, кстати, кто-то там писал в комментах. Я уж заодно отреагирую. Вот, там все просто. Мужу предложили работу, вот они и рванули. Как на это ответить? Но, как обычно, некоторым людям очень хочется верить, что вот у других все так плохо. Вот мы сидели, сосали лапу, все было плохо. А тут предложили работу, и мы вот такие безработные ухватились и помчались сразу. И что вот кроме материальной составляющей никаких других не существует. Но есть люди, которые во всех окружающих хотят видеть такое. Муж мой вообще-то переезжает на воссоединение семьи. То есть со мной воссоединяется. Я когда-то переехала за ним из Германии во Францию. Мы еще тогда даже женаты не были. Но я все бросила и рванула опять же в другую страну. Была оптимисткой, какой, в общем-то, и сейчас остаюсь. А сегодня муж за мной переезжает на мою же историческую родину. Но действительно, посмотря правде в глаза, надо сказать, что зарплаты сегодня в России в научной сфере очень даже конкурентоспособные на уровне. Но это, конечно, зависит от уровня сотрудника. Не всем одно и то же предлагают. И понятно, что если у человека уже есть в научных кругах свое имя, надо немножко себе представлять, как действует научное сообщество, то такого специалиста, конечно, он прекрасно знает, кто с ним желает работать в других странах. И, так сказать, предложения, они могут поступить из Москвы, из Брюсселя, еще откуда-то. И тут главное не путать причину и следствие. То, что в такой момент, когда мы решили переехать в Россию, мы стали рассматривать, так сказать, варианты, связанные с Россией, это вполне логично. Но, как я уже говорю, муж мой переезжает на воссоединение семьи, а как потом сложится, я уверена, что у него все очень удачно срастется с российской наукой. И тут я, в общем-то, позитивно смотрю в будущее. Я знаю, что моему мужу всегда нравилось сотрудничество с Россией. Он считает эти проекты очень-очень интересными. Действительно, сейчас уникальный момент, когда много возможностей, есть потребность в России в высококвалифицированных специалистах. И человеку по-настоящему творческому, ему, конечно, важно раскрыться, раскрыться полностью в свой потенциал, чувствовать себя востребованным, а не просто получать достойную зарплату, скажем так. Я, конечно, надеюсь, что это он обретет в России сейчас. Далее идем по причинам. Окружение, менталитет. Когда ты живешь в стране, где ты не мыслишь в духе местного мейнстрима, это очень сильно отягощает общение. Я долгое время вообще не интересовалась политикой, не лезла в аж все это. Вот люди что-то там между собой обсуждают, ну и бог с ними. Я как-то так отшучивалась, переводила разговор на другую тему, все время говорила, что я все равно люблю Россию. В общем, как-то так это все проходило мимо, но все равно вот оно как-то накапливается. Я помню, когда-то впервые я вот так вот встала в позу, мы возвращались вместе с одной подругой с работы. Вместе работали и жили друг от друга недалеко. Вот мы по дороге на работу с работы общались с ней. И она мне в какой-то момент начала читать мораль, что СССР была такая агрессивная страна и так далее. Я говорю, да что же там такого было агрессивного? Вот вы ввели войска в Афганистан. И я чуть не упала. Тут уже я встала в позу и говорю, слушай, это ты мне говоришь, сейчас Франция ввела войска в Афганистан. Что там Франция делает? Я говорю, СССР ввел войска в Афганистан. Там вообще был шум гам, бойкот Олимпийских игр. То есть беспрецедентное что-то. А сейчас американцы ввели войска в Афганистан, французы. И все прекрасно, никаких бойкотов, ничего. А ты мне сидишь и читаешь мораль, какой агрессивный СССР. Ну и тут, конечно, она начала мне, что это другое. Мы же там демократию защищаем, а вы такие злые и агрессивные. Это две большие разницы, оказывается. Это другое. Поняли, да? И такое встречается в жизни регулярно. В другой раз она мне что-то сказала. Вот я не смогла бы шить в стране, в которой нет свободы слова. Я тоже чуть в осадок не выпала. Я говорю, да ты что? Ты же живешь в такой стране. Ты что думаешь, что здесь есть свободы слова? Попробуй в качестве журналиста. Выскажи альтернативную точку зрения. Что от тебя останется? Рожки да ножки. Никакой карьеры, ничего не будет. Но у них, как правило, такой аргумент. Вот я могу сказать. У нас все можно сказать. Я могу выйти и сказать, что Макрон или кто там был тогда президентом. Что президент дурак. Я говорю, я тоже могу выйти и сказать, что президент дурак. И ничего мне не будет. А у них такое ощущение, что в России за любое слово ты сразу в ГУЛАГ куда-то попадаешь. В общем, ты видишь, что мозги промыты до нельзя. Тоже как-то подруга русскоязычная ко мне пришла. В гости говорит. Надя, прихожу на курсы французского языка. Говорит, ну какая там публика? Кошмар. Во-первых, по уровню. Ну вообще не могут, не то что два слова связать, но общей культуры никакой нет. И говорит, и какие-то арабские женщины в платках. Одна там сидела, которая высказаться толком не может. У нее три класса образования на лбу написано. Она стала мне читать мораль, какой злой Путин. И как надо его скорее остановить. И так далее. Это было задолго-задолго до всяких событий на Украине. То есть, ну это было всегда. А сейчас это, ну вот просто зашкаливает. Вообще очень многие люди любят обсуждать политику. Приходишь на работу, там тебе начинают говорить, что Путин бомбит мирное население Сирии и так далее. Ты можешь прийти на пикник с друзьями. Ты можешь встретить тебя просто с соседей. На соседском празднике начнут что-нибудь такое политическое. То есть, у каждого есть свое мнение. Вообще очень часто обсуждают политику, я вам хочу сказать. И даже в школе, вот Санька у меня в школе в русском лицее проучился год. Он говорит, в России вообще не говорят о политике. Ну вот дети не обсуждают. У них какие-то детские темы. А во Франции он говорит, ну там прям лагеря противостоящие. Одни мейнстримовские, другие инакомыслящие. То есть, вот дети в лицее, они прям высказываются политически, дебаты ведут всякие вот такие совсем-совсем горячие во Франции. Конечно, есть и много тактичных французов, которые вот так не будут лезть и тебе прям что-то внушать. Но все равно ты чувствуешь, что у них совершенно противоположная точка зрения, вот именно мейнстримовская. И вот это, оно все равно в воздухе висит. Например, сейчас во Франции, когда я была, мы переехали на время в маленькую квартиру, в которой мы раньше жили. И я встретила много старых знакомых, скажем так. Но мы прям вот так контакты не теряли, но давно не виделись. Когда я сообщаю, что мы переезжаем в Россию, у многих такое шоковое лицо. Но люди говорят, это твоя страна, я тебя понимаю. Такие фразы звучат. Один мой сосед, с которым мы более тесно общались, он вообще говорит, я понимаю прекрасно, что мы не все знаем об этом конфликте. Я думаю, что у тебя есть свои причины, очень веские. И, ну, знаете, меня знают как адекватного человека, не такого, который хочет войны и такой агрессивный и так далее. То есть вот глядя на меня, просто люди понимают, что, наверное, ну, наверное, что-то в этом есть. Не такая уж я злобная, чтобы вот всем этим сказкам, которые рассказывают про злую Россию, удовлетворять. Не вписываюсь как-то в образ чёрной России. Вот этот фактор общения, особенно для людей общительных, как я, он очень-очень сильный и ужасно портит жизнь. Опять же, портит жизнь только тем, кто не поёт в унисон с мейнстримом. А если ты облаиваешь Россию, то ты как сыр в масле катаешься, у тебя прекрасное общение, ты со всеми на одной волне и чувствуешь себя как рыба в воде. То есть вот опять же, да? Кому как? Потом часто мне задают вот так вопрос, Надя, ну, почему же вы уехали? Вам же там хорошо жилось, по сути, у вас всё было. И я согласна, что есть очень много хороших, прекрасных сторон жизни. То есть я сейчас, например, рассказываю о причинах отъезда, поэтому я концентрируюсь на негативе. Но позитива было очень много. Люди знают, что я была прекрасно интегрирована в общество и так далее. Конечно, вы мне напишите в комментариях, многие пишут, я вижу целую прослойку людей, которые не воспринимают никакую заграницу, что я была там, предположим, в 20 странах, и нигде я себя не чувствовала дома и так далее. Такого человека я понимаю, да. Если, например, ну вот у человека совершенно такое неприятие другой страны, как место постоянного проживания, а вот ему всё время хочется на родину, тут да, но к такому человеку, как я, это действительно серьёзный вопрос. Вот я космополит, мне было хорошо и так далее. Я вписана хорошо в общество, владею языком, там разные стороны жизни удачно. Как бы устаканились. Вот, то есть к такому человеку это вполне резонный вопрос. А почему же всё-таки уехали? Я здесь хочу добавить, что когда ты живёшь долго в стране, у тебя уже нет, ну не то, что иллюзий, но какого-то вот этого вечного восторга. Когда на короткое время приезжаешь, узнать новую страну, видишь всё хорошее, видишь вот этим туристическим или полутуристическим взглядом, какие-то прелести. Естественно, если на короткий срок приезжаешь, то тебя стараются повозить там по каким-то чудесным местам. Когда живёшь 15 лет в стране, ты гораздо больше сталкиваешься с какой-то рутиной, повседневностью, хождением на работу, в школу, по больницам, по инстанциям и так далее. То есть ты страну не воспринимаешь как некий охи-ахи, как всё здорово и чудесно, как это может показаться на первый взгляд. Все вот эти причины, о которых я говорила до сих пор, каждая из них в отдельности, она не была для меня поводом уехать. То есть для меня позитив всегда пересиливал. То есть хорошего было настолько много, что вопрос не стоял просто. Но, но, когда ты тоже долго живёшь, ты видишь тенденции. Вот тенденции — это очень важно понимать. Ты видишь, что всё деградирует. Хоть твоя жизнь продолжает быть хорошей, комфортной и так далее и тому подобное, но ты видишь, что вот с годами просто вот этот вот негатив нарастает, нарастает, нарастает. И какого-то поворотного момента ты не предвидишь. А если ты ещё следишь за политикой, то, ну, просто в какой-то момент начинает бесить, насколько сильна пропаганда, насколько вот промывка мозгов сильная. До какой степени искажается действительность. И вот это вот идёт по нарастающей, по нарастающей, по нарастающей. И, конечно, вот когда началось СВО, тут всё, вот всё взорвалось. Многие из этих причин, которые я вам сейчас назвала, они просто... Ну, это СВО, оно катализатором просто послужило. Таким триггером, лавиной буквально, которая вот свалилась и всё в разы, в разы, в разы усилилось. Это русофобия на человеческом плане, то есть вот политические трения и высказывание своего мнения там, где тебя просят и не просят. В школе пропаганда, что с нашим русскоговорящим комьюнити произошло, так это вообще катастрофа. Там столько вражды, там столько ненависти, там настоящий раскол, ну, кошмар и тихий ужас. В политике что творится, просто полный абсурд. Ты видишь буквально вот это облизывание Навального, это мыльная опера с его отравлением. Потом это мыльная опера с Северным потоком и отсутствием расследования по нему. То есть это уже до такой степени вот деградация на политическом плане, что ты видишь, что, ну, выхода тут нет. Просто страна идёт ва-банк в какой-то абсурд. Что про Россию говорят? Ну, просто какой-то ужас. И, конечно, в такой момент ты задумываешься, а кто я, а что я, а что я здесь делаю, если я со всем этим совершенно не согласна. А какое будущее я вижу для своих детей, для себя. А где я себя вижу нужнее и полезнее. У меня были мысли и на тему самого худшего сценария. А что, если будут притеснения русских? Ну, вот так, в массовом порядке. А что, если моих детей будут притеснять в школе, начнут гнобить? А что, если сейчас тоже начнут в армию набирать? Пошли новости о том, что усиливается бундесвера и будут тоже призывать в армию граждан Германии и так далее. Вот представить себе хотя бы на один миг, что мои дети будут вынуждены с оружием в руках защищать там Францию или Германию и стрелять в русских. Ну, вот это вот для меня абсолютно красная черта. Конечно, слава богу, что такого не произошло. И, как говорится, не дай бог, вот все эти черные сценарии. Можно сказать, ой, это паранойя уже и так далее. Жизнь прекрасна, никто там никого не трогает. Ну, не трогает, во-первых, мы еще не знаем до поры до времени. Во-вторых, многих уже тронули, многих уже коснулось. И меня вот такие перспективы совершенно не радовали, естественно. Как мы знаем, история показывает, что иногда происходят достаточно быстро самые радикальные изменения. То, чего невозможно было предположить и подумать. И вдруг люди оказываются в совершенно безвыходной ситуации. Мне бы, конечно, такого не хотелось. Ни для себя, ни для своих детей, поскольку у меня такая ярко выраженная позиция. И вообще неприятно жить с заткнутым ртом. Не то, что некомфортно, но в такой ситуации, когда всеобщая истерия, это просто отвратительно. Вообще, надо сказать, что вот эта истерия антироссийская, она продлилась недолго. Ну, вот этот пик. Это было в феврале, в марте 2022 года, ну, может быть, там в апреле. А потом как-то это все стихло, когда поняли, что война не закончится за несколько дней. И сейчас все достаточно мирно. То есть вот каких-то такой истерии больше нет. Оно все осталось на том же уровне. Все вот эта спираль накручивается, медленно накручивается, накручивается. В общем, все это идет в какую-то бездну непонятную. Но истерии уже нет. Жизнь как бы у кого была прекрасной, у того она и остается прекрасной. Худшие сценарии не реализовались. То есть люди как жили, так и живут. Конечно, цены поднялись, но никто не уезжает из-за инфляции в 10%. Во Франции вообще минимальная инфляция по Европе. По-моему, даже меньше, чем в России. То есть жизнь как жизнь. Я вообще резюмирую. Я считаю, что я уехала не от плохой жизни, что-то мне все опостылило, а именно по убеждениям. По убеждениям. Да, кстати, бывают комменты. Ну, они регулярно встречаются. Это тоже определенный пласт населения. Вот все возвращенцы, они предатели. Это крысы, которые с тонущего корабля прыгают. При малейшей первой трудности они сразу переезжают в другую страну. Вот она, когда в России были плохие времена, предала Россию. А теперь, значит, когда в Европе жареным запахло, снова ей Россия понадобилась. Предателям презрения. Вот такая точка зрения встречается. Да, я ее регулярно вижу. На свой счет я не отношу ее. Я не считаю, что я кого-то предала. Вообще, это было бы прекрасно, если бы был такой мир, где можно было в любой стране жить, оставаться собой. Никто бы никого не притеснял, все бы дружили, сотрудничали. Это просто мир мечты, если честно. Эти люди, кто так пишет, они насмотрелись какой-то дешевой пропаганды и считают, что в Европе там сейчас вообще наши 90-е наступили. Ничего подобного, конечно, нет. Никаких в 90-х люди как жили, так и живут. Да, вот оно так медленно и верно деградирует. И, на мой взгляд, в никуда. Такая саморазрушительная политика ведется. Но не так, что все цены поднялись, и люди, как крысы с тонущего корабля, сразу все помчались. Кстати, вот насчет инфополя и вот этой совсем дешевой пропаганды, никудышной, надо мне еще одно видео снять, потому что уже столько накопилось. Но у нас люди иногда в такую чушь верят, что просто за голову хватаюсь. А то, что касается Франции, я вам честно скажу, что мне Франция очень нравилась. Особенно места, где мы жили. Красота, климат замечательный, тепло, горы, Альпы вокруг, природа. Вода из крана течет чистейшая. Она по качеству, как минеральная вода. Даже врачи своим пациентам велят в Гренобле пить воду из-под крана. До такой степени она хорошая, полезная. Транспорт прекрасный, велодорожки, вы знаете. Я же велосипед обожаю, в общем. Это все чудесно. Вообще во Франции очень много делается для людей. Если у тебя там какое-то хобби есть. Я, например, ходила в такое, у нас недалеко от дома был фаблаб, где можно было на самой современной технике поработать. На каких-то лазерных гравировках, по дереву, по другим материалам. Напечатать что-то на трехмерном принтере, скульптуру. Там все было. Любые инструменты. И автоматические, и ручные. И какая-то цифровая вышивка. Лого можно было сделать свое. Специальные прессы для того, чтобы на майку себе, на футболку какие-то наклейки приклеить. Все. И материалы есть. И оборудование. То есть вот если хобби у тебя какое-то есть. Там, ну, какие-то невероятные условия для саморазвития до бесконечности. Я увлекалась, например, деревообработкой. Я ходила в отелье Дебуа. Ну, мастерскую деревообрабатывающую. Огромное количество разных станков, разных пил. И чего я там только не делала. Любила в подарок. Сделать что-то своими руками. Но это все профессионально. Получается, разделочные доски делала из разных видов деревьев. Они полосатые, красивые получаются. И детские игрушки. Ну, в общем, кто-то мебель даже сам делает. И вот этого я всего не нахожу сейчас в Тамбове. Для детей, да, что-то есть. А вот для взрослых у всех хобби только на дачу и шашлыки. А во Франции я и спортом занималась. Столько взрослых секций. Столько взрослых вот таких ассоциаций по интересам. Здесь у нас в Тамбове можно пройти какой-то мастер-класс. То есть это дорого и вот так одноразово. Да, ты можешь где-то что-то нарисовать. Где-то какой-то горшочек на гарничарном станке сделать. А вот так вот, чтобы свое хобби ты постоянно куда-то приходил и занимался. Ну, вот я пока что даже этого нисколько не нашла. А во Франции вот этого, ну, непочатый край. На любой вкус. То есть плюсов тоже много. Если хотите, я и о плюсах могу часами рассказывать. Это реальность тоже. Сель айви. Есть и хорошее, есть и плохое. Но, понимаете, мы в этот раз не мыслили в терминах плюсах и минусов. Вот я вспоминаю, что когда мы, Паши, в три года в Германии в какой-то момент решали, возвращаться ли нам во Францию или так и остаться в Германии, у нас как раз была ситуация с плюсами и минусами. Было непростое решение. Вот это тоже было по совокупности факторов. Но там была именно ситуация взвесить все плюсы, взвесить все минусы. Было много и того, и другого. И у нас переселила Франция в конечном итоге. Вот. А здесь, в ситуации с Россией, у нас не так вопрос стоял. Мы не особо рассуждали с точки зрения плюсов и минусов. Были события февраля 2022 года, которые послужили как раз катализатором всего. Они усилили многие минусы, которые накопились. Они создали какие-то опасения на будущее. И самое главное, они послужили неким моментом истины. Для нас понять, кто мы, с кем мы, где мы видим свое будущее, где мы нужнее. При выборе между Германией и Францией таких вопросов вообще не стояло. А тут именно эти вопросы стали ключевыми. Я еще раз скажу, что это непростое решение. Непростое. Учитывая, что практически все близкие родственники, с которыми мы реально тесно общались, они остались в Европе. Усложнился у нас контакт. Реже будем видеться. Бросили свою обустроенную жизнь, которую сейчас в России надо заново как-то воссоздавать. На новые рельсы становиться. С детьми вообще очень сложно. У них последние годы школы. И в таком возрасте переключаться на другой язык, на другие требования, на другой менталитет. Это очень сложно. Очень сложно. У нас этот процесс идет, не скажу, что весьма гладко. И причем, если старший мой сын, он на ура воспринял переезд в Россию, ему здесь все нравится, то младший сына у меня нет. Мы его буквально с корнями вырвали из Франции. Ему там очень нравилось. Он не хотел никуда уезжать. Он нам постоянно говорит, вы меня заставили. Мне так было хорошо во Франции. А здесь мне ничего не нравится. Вообще это тяжело. Постоянно мне здесь напоминает, как хорошо было во Франции. Но мы это все воспринимаем нормально. Думаю, что все устаканится, обустроится, придет в норму. Так что пожелайте мне успеха. Я знаю, что вы не скупитесь на хорошие добрые слова. Смотрю видео уже очень длинное. Скажу еще только последнюю мысль, которую тоже считаю очень важной. А это вообще центральная мысль моего канала. Как относиться вообще к моим словам, но и также к словам любого другого человека. Всегда воспринимайте любое мнение только как мнение, а не как какую-то истину в последней инстанции. Это очень важно понимать. Сколько людей, столько и мнений. Я вам рассказываю свой жизненный опыт, свой жизненный путь. Вот вы видели на примере трех подруг. Я вам в начале видео еще сказала. Мы прожили в одном и том же городе, и у всех по-разному все сложилось. Бывают такие комментарии тоже безумные. Вот она все врет. У меня дядя Вася был во Франции. Он говорит, что это все вранье, что на самом деле все не так. То есть понимаете, как люди рассуждают. Если мой опыт отличается от опыта дяди Васи, которого она лично знает, то значит я уже вру. Но что я могу на это сказать? Надо нам учиться понимать, что все мы разные, у каждого свой путь. И я еще раз вам говорю. Я вам рассказываю о себе лично, как складывается у меня в моей ситуации. Мне очень интересно знать, какие люди бывают разные. Вы мне пишите в комментариях про ваши ситуации. Я с удовольствием читаю ваши истории. Я с большим уважением отношусь к другим мнениям, которые отличны от моего. Но я говорю, мне это все очень интересно, какие мы разные. И тем не менее нам это не мешает общаться, обмениваться опытом. Я вам за это общение очень-очень благодарна. Все, на этом все. И до новых скорых видео. Пока.